Когда постулат «Ешь меньше, а крути педали активнее» уже не работает. По данным Всемирной организации здравоохранения, от ожирения и его последствий ежегодно умирает свыше 3 миллионов человек. Причем в группе риска больше женщины, нежели мужчины. По статистике, ожирением страдает 23% женщин и только 20% мужчин. Причина в большей эмоциональной восприимчивости и желании заесть горе. Причем не стоит расценивать ожирение как распущенность. Медики уверяют, это хроническое многофакторное разнородное заболевание, причины которого кроются в сложных метаболических нарушениях в организме. Ожирение – это патология, это патологическая болезнь, это переизбыток жировой ткани. Бывает висторально, бывает абдоминально, то есть либо подкожное, либо внутри кожное. Это нарушение работы сердечно-сосудистой системы, эндокринных функций. При этом не стоит мучить себя диетами. Берите за основу обычное правильное питание. Я не могу сказать, что какая-то диета является суперполезной и эффективной. После любой диеты это стресс для организма и будет набор веса идти. Это характерно для любой диеты. Она не является полезной. Ни раздельное питание, ни кремлевская диета. Если ее придерживаться всю жизнь, она будет эффективной. Но если ее придержаться месяц-два, мы похудеем, но опять обратно наберем вес. Не помогут и изнуряющие тренировки. Если при избыточном весе сразу броситься бежать в марафонские дистанции и качать пресс по 100 раз на дню, сделаешь себе только хуже. Если пациент имеет 150 килограмм, кроме ходьбы, вряд ли мы что-то порекомендуем. Потому что тоже бег в велосипед, это является достаточно тяжелым видом физической нагрузки, а ровно физической нагрузкой. В данном случае будет оказываться негативное влияние на суставы и на позвоночник. Изначально мы рекомендуем нашим пациентам начать регулярно ходить пешком. Периодичность ходьбы должна быть от 30 до 40 минут в день. Нагрузка должна быть регулярной, ежедневной, но хотя бы минимум 5 раз в неделю. Отбросьте ожидания добиться быстрых результатов похудения, говорят специалисты. Контролировать вес необходимо на протяжении всей жизни. Делать это нужно не только для того, чтобы лучше выглядеть, но прежде всего, чтобы сохранить здоровье. Ольга Хомракулова, Николай Сидоров. События.